Какое эзотерическое значение имеет человеческая слюна? Она не только эзотерическая. В древних книгах по алхимии написано, что слюна есть... Что слю... Нет, нет. Реально вас почти обманул. Не в алхимии, а называется книга Шива Тантра. И в Шива Тантре сказано, что в человеческом организме все органы между собой определенным образом работают. Есть только одно вещество, которое есть везде в организме человека. Если этого вещества много, то организм будет жить вечно. Если его мало, то организм будет уменьшать свою жизнь быстро. И после этого Провати спрашивает у Шива. Она говорит, ну что же это за организм? Может быть прана, может быть мантра, может быть там особое отношение души и так далее. Он говорит, нет, это особый род слюны человеческой. И он говорит, нам кажется только, что мы слюну вырабатываем во рту. Слюна у нас вырабатывается во всем теле. Слюна это миромедаза. И миромедаза, оказывается, есть целые исследования, которые говорят, что в случае, если уменьшение миромедазы приводит детей к появлению опухолей и так далее. Есть целые исследования. На сегодняшний день миромедаза это вещество действующее, которое называется лизоцин. Мы его сами изготавливаем, этот лизоцин и продаем. Вылечивает на глазах такие заболевания, как гастриты, гастроэзофагиальные рефлюксы, язвенные колиты, холециститы, заболевания почек. Уменьшаются опухоли, глаукомы исчезают и так далее. То есть если в уши закапывать, грибки исчезают, ноги, это потрясающе. Ангины исчезают, это великолепное средство. Если в больших дозировках перорально принимать, то эффективность увеличивается в тысячу раз. Ну и что-то в этом есть. В книгах мы очень часто можем прочитать, допустим, у Аквалонского, у него было написано в 1600, может я обману, в 1815. У Фомы, да? Не у Фомы Аквалонского, а у Фомы Аквалонского. В книге, которую он написал о магии, у него было написано «Магическое влияние слюны» и с чем слюна связана. И там я у него вычитал такие вот вещи, которые я коллекционирую, но объяснить их эзотерически никак, ну не эзотерически даже, а по-человечески, по-научному, совершенно никак не могу. То есть это невозможно объяснить. Допустим, у человека есть очаг и есть ячмень. И вот он говорит, сложи, сложи, сейчас, сложи левую руку так, чтобы два пальца было или смотрели вверх. После этого прикоснись этими руками левой руки, поплюй на них, чтобы слюна была. Прикоснись к закрытому веку три раза человека, который болеет ячменем, и поплюй через левое плечо. П-п-п-п-п-п-п. Сделай это с надеждой и радостью, и спасешь человека от ячменя. Детям своим сто раз делал, ячмени исчезали. Ну как это работает? Я даже не прикасался, просто так, даже на расстоянии делал кому-то. и потом человек звонит и говорит андрей андрей все нет ведь меня как это так вы сделали это не я это меня научили если если у слюны какая-нибудь магическая особенность считается если человек сплюнул то это исчезнет человек говорит все на тебя порча я обычно говорю мне вот когда-то было скандал такое одна женщина мне говорит я на тебя такую порчу на виду и так далее я говорю тьфу на тебя и потом волшебное слово я его обычно верю тю вот если сказать тьфу на тебя никогда ни одна не порча не сглаз ничего на человека не подействует может ли это действовать я говорю вам что это может действовать на человека действительно есть психические заболевания согласен психические заболевания это когда у человека появляется расстройство психическое внутренние голоса и тогда есть такие заболевания они психические человек страдает от них он никак не может их контролировать что-то вызывает в нем страдания он с чрезвычайно страдает но есть душевные заболевания которые связаны не с психикой они могут быть такими как которые могут держаться 357 дней и вот как начались после этого как начались точно также за три дня и и закончились это заболевание которые делают колдуны и маги или которые являются воздействием или деструктивным или негативным воздействием на человек можно ли от этого защититься вы знаете можно не только защититься можно это и устранить и защититься и просмотреть и увидеть и откорректировать и есть и подселение бесов и там куча всего но большинство людей не имеют к этому доступа поэтому вот и я кстати сейчас во время того когда буду проводить вторую обновленную ступень буду давать во время второй обновленной ступени целый цикл или целый курс как это все просматривать как это все видеть как это все устранять где-то все находить как это связано с прошлым будущим кто эти люди как увидеть там колдовство магию и прочее прочее то есть буду прямо обучать этому и рассказывать и да такое существует и да это возможно и что